Моя красота! Так хорошо, что мы сюда приехали. Лучше и не сказать. Самый романтичный замок Южного берега, созданный когда-то по большой любви, вновь радует туристов. За вдохновением во все времена сюда приезжали и приезжают поэты, художники, кинематографисты и просто влюбленные в Крым люди. Анна Чубарь – одна из них. Интересно посмотреть, послушали историю, историю этого здания. Вид с балкона зачарован еще, очень красивый. Дворец, построенный в 1912 году, полностью обновлены интерьеры, фасад, знаменитая смотровая площадка. Сразу при входе посетители могут детально ознакомиться с историей сооружения на вот таких специальных стендах. Ну а далее все внимание приковывает дворец, зависший на самом краю 40-метровой Аврориной скалы. Январские холода не останавливают туристов. Парящая ласточка зимой не менее привлекательна, чем летом. Это, конечно, особый экстрим подниматься на Ласточкино гнездо в середине января. Очень сильный ветер, очень сложно по этим ступенькам идти, но это того стоит, когда ты приходишь на смотровую площадку, видишь эти прекрасные скалы. Вновь после нескольких лет реконструкции туристы смогут полюбоваться дворцом не только со стороны, но и попасть внутрь. Миниатюрный замок внутри и вовсе кажется гнездышком. Здесь воссозданы лестничные марши, которые, согласно проекту, стали уже, и поэтому посещение второго этажа ограничено по соображениям безопасности. А первый этаж украсили картины крымских художников. Планируем, в общем-то, сотрудничать не только с крымскими, но и с российскими художниками. Здесь на территории дворца-замка, ну вот сегодня погода такая, в общем-то, ветреная. Проводим различные фестивали, в том числе и этнокультурные фестивали. Самый узнаваемый бренд полуострова в год посещает более миллиона туристов. В скором времени планируют реконструировать причал по соседству, где смогут останавливаться прогулочные суда. А с моря вид еще более впечатляющий. Ленуза Бурсиитова, Яким Бекиров, телеканал Милет, Ялта. Ленуза Бурсиитова, Яким Бурсиитова, Яким Бурсиитова.